Для этого блюда вам понадобится обжарить 2 луковицы, довольно крупно их нарезать, отварить стакан фасоли и почистить чеснок. Сначала пропускаем через мясорубку фасоль и лук. Чем больше лука, тем вкуснее, он чем сочнее, не нужно его пережаривать, тем тоже вкуснее. Фасоль в себя вбирает все. Вдруг если у вас будет сухо, то всегда можно не сливать и не выливать сразу воду из-под фасоли. Всегда можно немножко добавить этой водички, чтобы сделать более такую фасоль мягкую. Дальше пропустили через мясорубку, добавляете чеснок, соль, хорошо перемешали. Чеснок не жалеем, где-то на это количество 4 зубчика. И потом погружным блендером еще взбиваете хорошенько до пастообразного такого состояния. Такая консистенция должна быть единородная. Все, я еще отдельно пожарила одну луковицу полукольцами. И выкладываете сверху и обильно поливаете маслом. Еще раз говорю, фасоль, она вбирает все, поэтому оно лишним не будет. Все, а можно еще посыпать, я люблю острое, поэтому я еще сверху посыпала красным перцем. У меня хлопья чили. Вы это можете делать по желанию. Нарезаете черненький хлебушек и вуаля. Это Одесса, детка. Это еще готовила моя прабабушка. И оно всегда было актуально даже на любом праздничном столе. Всегда съедали, несмотря на все обилие еды. Так что любителям фасоли особенно понравится. Рекомендую, попробуйте. Это просто и это очень вкусно. Блюдо постное, но очень смачное. Очень вкусно. Музыка. Продолжение следует...